Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам об истории одной из самых известных фирм на гитарном рынке. Это фирма Taylor. В 2024 году этой фирме уже исполняется 50 лет. И вот как вы думаете, эта фирма что-нибудь выпустит такое, приуроченное к юбилею? Напишите в комментариях об этом. Фирма Taylor считается новаторской компанией, которая в свое время не побоялась совместить новые технологии и старые традиции. Например, именно Taylor внедрил компьютерные технологии в обработку дерева. Что в результате привело к тому, что себестоимость гитар значительно снизилась, как и, собственно говоря, конечная цена. И такую гитару можно было купить на рынке Америки всего лишь от 800 долларов. Это очень неслыханная цена на рынке Америки. На сегодняшний день все абсолютно известные бренды используют эти технологии, но первым все-таки был Taylor. Все началось с 15 октября 1974 года, когда три молодых парня, Боб Тейлор, Курт Листок и Стив Шемер, открыли свою первую мастерскую. Это была очень старая мастерская с протекающей крышей. Там стояли два верстака, было плохое освещение. Но, тем не менее, ребята стали ремонтировать там гитары. Ребята начали работать в мастерской, когда им было всего лишь по 17-18 лет. И мастерская тогда называлась American Dream, ну такая американская мечта. Действительно, о чем еще могут мечтать молодые парни-американцы. Эта мастерская находилась в пригороде Сан-Диего в штате Калифорния. И в этом же году, в 1974, хозяин вот этой мастерской решил ее продать. И ребята, конечно же, ее выкупили, назвав Westland Music Company. Но так как такое длинное название было сложно разместить на грифе гитары, а душой и сердцем все-таки был Боб, ребята так и решили назваться Тейлор. Друзья, ну и здесь я открою вам такой небольшой секрет. Свою первую гитару Боб решил смастерить именно сам для себя, поскольку у молодого школьника была мечта купить себе гитару Martin. Но, естественно, таких денег у школьника не было. Поэтому главной целью компании Тейлор стало создание конкурирующих гитар по качеству именно с фирмой Martin. И надо сказать, что спустя какое-то время им это действительно удалось. В 1976 году Курт и Боб решили, что розничная продажа для них не совсем выгодна, поэтому они приняли решение продавать свои гитары через дилеров. Фактически они предлагали такую же по качеству гитару, как и у Martin, но со следующими преимуществами. Это различная ширина грифа, контролируемый анкерный стержень внутри грифа и, конечно же, низкая цена. Ведение бизнеса через дилеров оказалось для них палкой о двух концах. С одной стороны, у них дела пошли действительно более стабильно, но с другой стороны, компания получала всего лишь 30% прибыли от продаваемой продукции и была зажата в рамки производства, планируемого дилерами. Почти 4 года понадобилось Тейлору, чтобы встать на ноги, и за это время пришлось уволить практически больше половины своих сотрудников, чтобы как-то существовать. Но компания все-таки выжила. Первая настоящая слава пришла к Тейлору в 1985 году, когда известный поп-музыкант Принц заказал у него первую 12-струнную гитару с пурпурным покрытием. И, конечно же, Тейлор создал ему эту гитару, и даже в знаменитых клипах этого музыканта вы можете увидеть эту 12-струнную гитару. К слову сказать, вы не увидите на ней логотипа Тейлор, поскольку это было одним из условий их соглашения. И, несмотря на это, пурпурная гитара Принца дала толчок компанию развития, и впоследствии многие музыканты уже стали заказывать у Боба свои инструменты. В 1987 году компания переезжает из своей мастерской в Лемон Гроув, в городок Санси, где начинается производство именных серий гитар Дэна Крэри и Лио Котки, которые пользуются популярностью и до сих пор. В этой мастерской уже работает 35 человек, и они производят 50 гитар в неделю. И уже спустя 5 лет компания переезжает в 1992 году в городок Эль Каун, штат Калифорния, где базируется и до сих пор. Вот на 1998 году общий доход компании составляет уже более 25 миллионов долларов. На гитарной фабрике уже работает 322 человека. Фабрика имеет площадь более 85 тысяч футов, и состоит она из трех зданий. И уже через два года компания открывает четвертое здание по производству чехлов. У компании дела идут превосходно, но Боб Тейлор, за плечами которого более 25 лет в этом нелегком бизнесе, говорит, «Все прошлые годы приносили в основном плохие вести, но мы все равно выстояли. И на сегодняшний день на рынке полно новых компаний, составляющих нам конкуренцию». И даже если дела пойдут плохо, у нас за плечами есть огромный опыт рыночной борьбы. На мой взгляд, мы гораздо сильнее всех наших конкурентов, хотя бы из-за наличия такого опыта. Тейлор выпускает огромное количество моделей, но все их довольно-таки легко классифицировать. Все они подразделяются на ряд серий, каждая из которых характеризуется своим сочетанием древесины. В рамках каждой из серий гитары подразделяются на разные вариации формы и размера корпуса. Таким образом, название модели состоит всегда из трех цифр. Первая из которых — это номер серии, а две последующие обозначают тип и форму корпуса. В первую очередь мы рассмотрим стандартные модели, так как они являются основной продукцией компании. В названии цифра 10 обозначает форму корпуса дредноут. 12-й — это гранд-оркестра. Кстати, за моей спиной как раз такая гитара, модель 412-я. Цифра 4 обозначает, что в составе дерева елка и аванкол. И цифра 12 обозначает форму корпуса, что это гранд-оркестра. Далее идет 14-я цифра — это всеми любимый гранд-аудиториум. 15-й — это уже размер джамбо, а вот 55 — это 12-струнная джамбо. Кроме того, существует еще два варианта исполнения гитар. Гитара с корпусом без выреза и без электроники. Она обозначается буквой «О». А вот гитары, у которых есть уже и вырез, и есть электроника, обозначаются как «Си Эй». Но, конечно, есть и нестандартные модели в производстве этой компании. Одной из таких гитар является гитара с названием «презентейшн», ну или по-русски «презентационная». Я думаю, что любой гитарист с удовольствием бы в свою коллекцию добавил такую гитару. Основным отличием таких гитар является качество материалов и количество инкрустации. В основном такие гитары изготавливаются уже из бразильского палисандра, естественно, это будет массив. А вот количество инкрустации просто будет резать глаз. И также в честь своего 25-летия компания выпустила небольшое количество гитар из так называемых улучшенных материалов. Например, из бразильского палисандра вместо обычного индийского. На таких гитарах стоит пометка 25 Anniversary Special. За все свое время существования компания Taylor выпустила немало именных заказных инструментов. Но классифицировать и описать их, к сожалению, просто-напросто невозможно. Каждая гитара Taylor выпускается с фирменными струнами от компании Deodario и с фирменным чехлом. Ну и, конечно же, покупая такую гитару у нас, вы получаете полностью отстроенную и доведенную гитару и пожизненное сервисное обслуживание. Друзья, ну вот и подошел к концу наш краткий экскурс в историю компании Taylor. И пишите в комментариях историю, какой компании вы бы хотели услышать. Друзья, да и просто пишите. Мы всегда рады с вами пообщаться. Мы все комментарии читаем, поэтому пишите. Мы с удовольствием на все ответим. Ну а на сегодня все. С вами был я, Антон, команда «Гитарная лавка». Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok